Пройдусь по всем этим сортам, расскажу о урожайности, о качестве. Мы с Таросом Степановичем соседи, находимся в одном районе. У нас Зеленоградский район представлен институтом, значит, селекционным своим. У нас имеется школа, своя Калиненко, и есть очень много семеновческих хозяйств. Данные разные, и мы находимся на юге Зеленоградского района. Конечно, быть может, у нас был морозобой в меньшей степени. Растения пострадали, как бы явно это по балкам. Был виден, значит, прищип колоса. Местами процентов 6-7 растений было потеряно до 3-40% колоса. Буквально проходишь от балок 70-100 метров выше, как бы так, на подъем, и пораженных растений практически не видно. Это замечал, значит, на товарном посеве сорт-школа. У нас там под речкой большой вытянутый участок. И вот там, как бы, явно бросалось это дело все в глаза. Отдельные растения попадались и вот на испытательном поле. Разные по сортам на иванчике тоже было. Но у нас мороза такого страшного не было. У нас было под утро 2 часа, минус 2, минус 2,5. То есть, как бы, вот великого вреда не наделало. Единственное, что заметил, вот из практики, хочу сказать, что вот семенные посевы сорт-школа, она среднеранная. Буквально они находятся там недалеко друг от друга. Товарный посев и семенной. Семенной был, значит, по рапсу. Он два раза у нас успел, умудрился пожелтеть, подмерзнуть. И товарный посев с полной нормовой села, где-то по 4 миллиона 3,7 мы сеяли. А по яровому ячменю он этих заморозков не заметил. То есть, он даже, как бы, цвет не менял, ничего. Он плотно стеблестой сам себя согрел. Вообще, как бы, даже незаметно было о том, что понижение температуры было. На семенном участке, там, где мы сели 60 килограмм, ну, визуально приходишь, и видно, что мороз где свое дело сделал, желтые пятна по полю. И дважды такая история повторялась. То есть, вроде бы, все одинаково. Ну, вот, плотность стеблестоя в этом году, она имела свое некоторое такое решающее значение. Даже у нас, где мороза практически не было. Я уже не говорю, это, как бы, вот, Тарас Степанович вступал, это в Морозовске, там, тоже на семеноводческие посева сеются редко, стеблестоя. И там мороз, наверное, нанес ущерба намного больше. По сортам хочу сказать, что у нас вот этих сортов, которые распространены и занимают огромные площади, заслуженно до сих пор в производстве, такие, как Лауреат, Юка. Алексеевич, у нас в хозяйстве нет. У нас очень много новинок. И все товарные посевы в этом году были представлены. Это сорта, значит, школа, победа и немного было кольчуги. Хочу сказать, что на сегодняшний день, это, на мой взгляд, это самая урожайная, самая перспективная, самая окупаемая, значит, сорта на минеральных удобрениях, на средствах защиты растений, самые легкие в уборке и, как бы, позволяющие получать максимальную прибыль с гектара на этих, значит, сортах. По твердым пшеницам у нас в хозяйстве тоже было два сорта. Это сорт Цель и сорт Белла на испытаниях на делянках. Белла была еще в большом массиве посеяна и товарная, и семенные посевы были. Там, значит, урожайность колебалась на слабеньком Банитите почве, где слабенький агрофон. Недавно земля пришла от 48 центнеров до 73. Общая урожайность по хозяйству вместе с мягкими и с твердыми пшеницами вышла чуть-чуть, там, не дотянули мы до 74. Ну, это, как бы, тут свое слово сказала твердая пшеница, ее довольно-таки невысокая урожайность. Везде она уступала, значит, мягкой, простой. Хотел бы отметить, значит, на хорошем поле у нас была посеяна демпоказ. Школа заняла первое место с урожайностью. 109. Качество у нее получилось 14,6 протеин. Натура 808. Второе место отдали заслуженной кольчуге 105 центнеров. Натура была похуже. 798. Протеин тоже 13,1. уступает школе. Ну, кольчуга сама по себе является ценной пшеницей, поэтому, как бы, то, что имеем, то и имеем. На третьем месте удивила Таня. 92,8 центнера протеин. Еще хуже. 12,8. А натура, как бы, довольно-таки солидная. 821. Ну, и хотел бы отметить, что у нас четвертое место с урожайностью 91,6. Один только сорт из средне-поздних занял, значит, и дал такую урожайность. Это Тимирязевка 150. Протеин 14,4. Натура 804. К сожалению, сорт Таврида, который занял 5 место, это урожайность 91, он не прошел госрегистрацию. Его дальнейшая судьба оказалась под большим вопросом. И, ну, семенооста этот сорт снят. Хотя показал в нашем хозяйстве очень хороший результат. Он и в том году был в первой пятерке, и в этом году, вот с урожайностью 91, но был дан приказ высыпать в общий бурт, что мы и сделали. Ну, как бы так. Поэтому вариантов нет. Семенооста этого сорт снят, а госрегистрацию он не прошел. Значит, из других, значит... Извините, качественные показатели, скажите, Таврида. Таврида мы даже не делали. Потому что мы сразу, когда, как бы, косили урожайность, для себя посчитал, позвонил, сказали, нет, документов не будет, не предвидится смысл отдавать под него было место. Что-то с ним заморачиваются, высыпали в общий бурт, сразу под зерномет, и все. Значит, на пятом месте у нас сорт САЦА. Сорт перспективный, производстве. Надеемся, что он будет занимать большие площади. С урожайностью 89,6, 804 натура, протеин 13,3 на этом сорте. Значит, пятый, пятая место АЦАЦА. Шестое и седьмое, можно сказать, что разделили сорта Прайм и Арена, 86 и 85 центеров. У Прайма очень высокий протеин, 15,1. Для этого года вообще, прям, как бы, неплохой результат. Но это сорт изначально заявленный, высокопротеиновый. Это шарозерная пшеница. По урожайности, можно сказать, что это очень крепкий середняк, но по протеину он в нашем хозяйстве, он чемпион. Получается так. Что-то я перепрыгнул, пятое место пропустил. Пятое место в нашем хозяйстве разделили, значит, вот Милаша, Победа 75 и ЦАЦА. Милаша заняла тоже пятое место, урожайность 88,3, Победа 88. Натура примерно одинаковая, 815, 810. Но у Победы 75, 14,8 протеин. У Милаши 13,08. Вот как бы так. Сорт Арена. Это новая скороспелка Геннадь Дмитриевича Набокова. В принципе, позиционируется как конкурент сорту Яланчик. В том году она давала прибавку к Яланчику небольшую, порядка полутора центров. А в этом году прям очень большой отрыв. 16 центров с качеством 13,9 протеин. То есть, если у нас Яланчик, забегая немножко вперед, занял последнее место с урожайностью 70,3, 10-х, протеин показал 14,29, то вот Арена 16 центров дала ему плюсы. Визуально сорта похожи, крупноколосые, краткостебельные, мощности блестой, но Арена просто росточка немножко повыше, сантиметров на 5, и визуально намного больше у нее продуктивных колоссеев в массе стоит. Ну, наверное, вот колоссе на 60, на 80, было на метре каждом, квадратно было больше. То есть, более плотный стебель стой, при одинаковой норме высева, вот она к урожаю пришла с большим количеством колоссеев. Колосс тоже крупный, по качеству разница небольшая, 13,9 и 14,2. Ну, я думаю, что это может и погрешность какая-то, то есть, в принципе, сорта практически одинаковая, но разница в урожайности большая. Сорт Гром традиционно занимает большие площади везде, но как-то вот второй год Гром его, звук этого Грома, он притих, в том году он был, где-то там третьем, пятом сзади, и в этом году он тоже как бы сильно подопустился, восьмое место, 83,9 центера, 821 натура и 13,8 у него протеин. Вызов очень урожайная двуручка, можно сказать, что лидер по урожайности среди двуручек, очень хорош, он, значит, по качеству, 14 протеин, урожайность 81,4 в нашем хозяйстве, при высокой натуре, 824. Сорт Век и Буран заняли урожайность, заняли, грубо говоря, там 9-10 место, это получается 75,79 урожайность, у Бурана 88, 13,6 протеин, и у сорта Век 14,3. Ну и вот завершает нашу линейку, это Еланчик с урожайностью 73, и протеином 14,2. Из твердых пшениц хотел отметить, что вот сорт Цель, к сожалению, очень зимостойкая, качественно хорошая пшеница, зимостойкость на уровне топовых мягких пшениц, показала урожайность 68,5, сильно уступила Белле, Белла 73,5, и если Белла при такой урожайности 830 натуре, 14,2 протеине, то вот сорт Цель сильно-сильно уступила, и по данным опять госрегистратора, госроткомиссии, путевку в жизнь она не получила, то есть то же самое обезвлечили, да. Получается вот такая ситуация. Цель? Цель? Не пустили, она не прошла. Поэтому вот такая ситуация. Хотел еще отметить, сорт Эмма, она средне-поздняя была, та же, как вот сорт у нас, Тимирязинка 150, но протеин у нее был 12,4, с урожайностью 83,3, сентера с гектара. Новинка, сорт Энергия, была посеяна тоже редко, там норма высела порядка 40 килограмм, 84,2 сентера она дала и протеин 13,1. Ну, будем надеяться, что в более плотных, близких товарным посевах они будут давать более высокий урожай. Здесь были нормы очень сниженные, просто показать людям, размножить, и это больше, можно сказать, это вот старта Милаша, Буран Энергия, это большая рекламная как бы акция, показать новинки национального центра зерна людям, и чтобы как бы вот какую-то там информационную повестку их добавить. Ну, самое главное, что именно этот год в очередной раз подчеркнул важность не только какого-то выбора определенных там сорта или группы сортов, а вообще всей системы мозаики, соблюдения мозаики сортов. То есть мы, несмотря на то, что имеем уже большой багаж данных о сортах, которые возделывались последние 10 лет, мы сеем эти демонстрационные поля, потом этот опыт масштабируем уже в производстве, и только основываясь на этом опыте, если бы мы выбирали тройку лидеров и дальше запускали их производство, мы бы, конечно, потерпели фиаско. Благодаря только сортовой мозаики, а это использование каждого сорта не более 15%, я считаю, что в этом году мы добились неплохого результата, урожайная пшеница составила 53 центнера с гектара, это при том, что средняя урожайность у нас порядка в районе менее 40 центнеров, и варьировалась она в зависимости от хозяйств от 15 до 80. можно даже сделать такой вывод, что поля, на которых по хорошим предшественникам азима и по азимой, по рапсу, где было достаточное накопление влаги, по некоторым хозяйствам урожайность не отличалась от урожайности прошлого года, поэтому был такой когнитивный диссонанс, когда буквально в 50-60 километрах убирают 15-20 центнеров и убирают 70-80 центнеров гектара. То есть очень большое значение было от состава предшественников в каждом хозяйстве, если превалировали больше азимая пшеница, горох, рапс, то соответственно урожайность была больше за счет большего количества сохранившейся влаги с осенне-зимнего периода. И если у кого больше превалировала группа пропашных культур как предшественника, там урожайность резко снижалась. Поэтому у нас такой однозначный вывод по каким-то сортам сделать невозможно, так как был большой дисбаланс. Многие сорта интенсивной группы размещали по хорошим предшественникам, а сорта, скажем таки, у которых многие не то что нелюбимые, не являются фаворитами, их размещали уже по пропашным культурам или по не лучшим полям, которые по плодородию. Второй фактор, который невозможно у нас сделать вывод, это те морозные явления, которые проходили с 5 по 7 мая, они были очень разнородные и в пределах одного поля они могли совершенно оставлять после себя разную картину. Все зависело от стеблистоя, от высоты над уровнем, скажем так, моря, от расположенности к той или иной балке. И вот эти очаги по району, они в хозяйствах составляли у некоторых только всего лишь 3% площадей было затронуто, а у других чуть ли не до 80%. И потом по факту уборки спорить о том, какой сорт дал урожайность больше или ниже уже было тяжело. Поэтому у нас существуют эти демонстрационные поля по разным предшественникам. В данном случае это поле, которое размещено по гороху. Здесь у нас стандартно для нашей территории сорта, которые показывали в предыдущие года наивысшие урожайности. Это степного экотипа, сорта, которые могут формировать урожай в очень ранний период. Это Таня Моне. Далее Алексеевич, мы его уже давно во всех демонстрациях используем совместно с Тимирязевкой 150 все время рядом. Только в этом году уже решили не демонстрировать этот опыт, но уверены, что Алексеевич и Тимирязевка показали в принципе одну и ту же урожайность. Это подтверждают данные за предыдущие 4 года. У нас естественно те сорта, которые Юванчик, о котором сегодня много говорили по нашей зоне, он прижился скорее всего это из-за того, что там река Юванчик протекает недалеко и он не может просто на своей родине показывать низкие результаты. А вот такие сорта, которые мы возлагали большие надежды, это Победа 75 и Таврида, которые в прошлом году показали прекрасные результаты, они конечно в этом году себя продемонстрировали с худшей стороны. С чем это связано, я думаю, что селекционеры и ученые могут более подробно объяснить, это разные факторы, которые складывались в том году и в этом, но стоит отметить только что одно, что Таврида в производственных полях показала очень высокий протеин. Протеин был от 15 до 16,5 и соответственно если подсчитывать какие-то экономические показатели, то можно с лихвой при этом диспаритете цен прибавлять 10 центеров. Это также для нас несмотря на то, что занимает нелидирующая позиция сорт Век и Федор, ну будем называть их так крупноколоссые сорта, они показали не показали взрывную урожайность, но если пересчитывать их на производственных посевах, они показали результат на всех полях не менее 5 тонн зектара и у всех у них был протеин более 14. Максимальный результат был на сорт Век по кукурузе на зерно 16,5 протеин был. Соответственно у нас стояла задача вырастить не конкретно большое количество зерна, а вырастить ту продукцию, которая бы могла быть экономически выгодной и позволила бы все скажем так отрицательные критерии нынешнего ценообразования я просто не могу мягче сказать эту ситуацию вот они позволяли позволили эти сорта это все снивелировать. Теперь партии зерна которые сформированы продовольственные их можно продать с какой-то большей наценкой. сейчас мы видим что разница между тем же 12,5 протеином и 13,5 достигает до 33% разность в цене. Поэтому сорта это хорошо но в целом мы хотели бы говорить что хорошо выбрать правильно мозаику сортов которые были бы и урожайные и не совсем урожайные но стабильные сорта с хорошим качеством. Далее по группе спелости вы здесь спрашивали естественно невозможно уйти какую-то одну группу спелости выращивать только ранние или только ультраскороспевые думаем здесь тоже нужно придерживаться принципа мозаики и каждой группе спелости определять определенные свои проценты если ультраскороспевые то это не более 10% об этом нам четко сказал сорт кубань который мы у себя в хозяйстве возделываем как сорт для пожарной безопасности и как сорт для будем так говорить для тренировки уборочного комплекса когда мы выходим убираем азим и ячмень и следом приступаем к уборке сорта кубань за это время можно проверить готовность техники подготовить поля к пожарной безопасности и плюс сорт кубань всегда дает очень высокое качество получать 15-17 протеин я думаю по нынешней ситуации дорогого стоит были скептики которые к сожалению у нас кубань не представлен на демонстрационном посеве потому что он был обсеян мы не стали его учитывать были скептики которые говорили ну наконец-то пришли возвратные заморозки и вот сорт кубань вы как бы получите по полной но нет те заморозки которые были с 5 по 7 число они повлияли на группу среднеранних сортов в большей степени чем на кубань да кубань сильно подверглась но при этом она сформировала урожай 4,5 тонны с гектара при качестве зерна 15,5 протеин я тоже думаю про этот сорт нельзя забывать необходимо соблюдать только технологии его выращивания это посева не менее 6,5-7 миллионов штук на гектар и он тоже достойно занимает в своей группе ультраскороспелых сортов также не стоит увлекаться средне-поздней группой как бы нам не нравились эти сорта своей красотой своим может быть сказать в отдельные годы большим потенциалом получения зерна мы тоже определяем где-то порядка 15 процентов и вот уже остаток это порядка 70 процентов 75-70 процентов мы делим пополам между средне-ранними и средне-спелыми сортами то есть тогда из года в год можно достичь тот средний результат который позволит держать экономику хозяйства на плаву и не подвергаться тем рискам которые нам готовит природа да могут сказать многие северные районы мы соблюдали вашу мозаику ну у них были такие морозы до минус 8 более продолжительные которые в принципе ни один сорт не выдержал но это больше исключения из правил такие года очень редко возникают и тут конечно уже ничто не поможет а в целом в средних наших хозяйствах скажем которые расположены и не в южной центральная приазовская зона все-таки вот это соблюдение мозаики сортов оно дает самый оптимальный наилучший результат спасибо есть ли вопросы 80 центеров вы назвали это отдельные поля или хозяйство ну 80 центов 80 центеров конкретно мы видим вот по сорту Таня который размещен по предшественнику горох и на этом поле не было осадков ну мы мы говорим февраля месяца ну данный отчет мы ведем конечно с началом весеннего возобновления весенней вегетации это с 1 марта а там где в апреле перепадали небольшие дожди это 8-15 миллиметров это у нас другие хозяйства которые расположены ближе к Азовскому морю там сорта сорт темирязевка дала урожайность 80 центеров по рапсу по горохам соответственно о чем это говорит что сорта краснодарской селекции очень пластичные и несмотря на то что были всякие природные катаклизмы при правильном подходе к технологии потому что очень много технологических аспектов которые может кратко там мы обсудим или в течение там есть слайды примеры при соблюдении технологических условий позволило им достичь того результата который был в прошлом году это удивительно я же это удивительно анализируя урожайность других хозяйств которые ну как бы не воспользовались теми запасами влаги которые им оставила как говорится матушка природа ну не буду повторяться каждый год не похож на прежний или как сказать вызовы нам посылал наверно в россии не вот мы не можем никогда оцифровать и предугадаться есть знание мы каждый год становимся сильнее и грамотнее потому что база данных у нас увеличивается я просто расскажу свою философию мы вот делаем демпосевы мы идем каким путем чтобы понять а какой был потенциал вода поэтому мы берем стараемся поле там одно второе третье они просто меняем раньше мы как бы еще наутильщики но мы не до фанатизма наутильщики мы пластические гибкие чтобы выжить в этой экономической ситуации заработать денег они не они наутилы ради наутилы чтобы сохранить почву для будущих поколений это правильно все задачи поставим но все-таки экономику никто не отменял поэтому мы тут ищем свои ниши как говорится и где-то отходим если нам надо шаг назад сделать поэтому вот в этом году были например по черному пару посеяны демонстрационные пассивы поэтому это хотел коллеги задать вопрос что он считает хорошим или плохим плохим полем но это как бы абстрактное понятие вот возьмем например 20 урожай 23-24 ведь и я уже свою многолетнюю практику не помню чтобы вот эти осенне-зимние осадки вот у нас в районе там они все по области были практически просто люди не занимаются не берут почву потом бла-бла-бла рассказывать там абстрактные двухметровом слое больше но 2-го дуличная способность почвы вот у нас нам на 330 миллиметров я уже прогнозирую что 50 плюс это достаточно даже ни одного дождя не упал не упадет понимаете поэтому когда ты уже это понимаешь ты начинаешь делать это шаги для интенсивных технологий или экстенсивной чтобы с одной стороны получить максимально урожай ну и чтобы ничего не потратить но такого не бывает как вот жизнь пока здесь у тебя исторически поле плодородное там фосфор калий природный в хороших количествах как говорится сера лана там спут полетит страстным можем можно как говорится надеяться и высокое содержание гумуса потому что гус активирует биоту и усваиваемость минеральное питание увеличивает увеличится и вот мы когда это все делаем и там интенсивно какой же был потенциал и вот у нас в этом году кольчуга победила назначить пересчетом ну когда убирали на восьмая влага была сто шесть центнеров я предыдущий интервью давал а когда пересчитали базис но это общепринято праги 14 влаги то что мы должны были в принципе убрать она получилась а сто тринадцать центнеров сто тринадцать центнеров причем протеин 13 8 ну и там за победа в прошлом году она была в первом с 92 а в этом году на сто пяти пью центнерами и та же победа победа например у нас не было то ванных посевов а была на семенном участке она дала шестьдесят восемь понимаете это мы не доработали это не их сорту победу поэтому когда скажи какой сорт как подобрать эта тема дискуссионная очень она такая щепетильная никогда не угадаешь вот у нас например ну помимо семеноводства из нотировая семи тысяч пшеницы 2 400 это семена семена немножко немножко другая там не получить максимальную уроженность хотя тоже алексей семенной 80 плюс он давал при хорошем протеине безоста 100 тоже в 80 центнеров это для среднее беру то есть владимир поэтому и 92 дали а а вот все и мы например товар на посев мышь не все и как говорится семенами мы можем продать у нас просто под заказ есть как как бы гарантированной поэтому мы на такие количества зашли а так вот тут я повторяюсь что пока звонков нету и рынок тяжелый скорее всего это связано с тем что все таки и субсидии поубирали они там или нереальных по уличить или там какие-то незначительные и плюс у людей реально пострадали мороза у нас мороз был от минус 0 8 у нас 10 или 12 медиапосток какие-то работа какие-то не работает стоят в разных местах и до минус 2 было тоже по врождению мы видели на иванчике прекрасный сорт то есть и мы его сеем в товарных посевах и мы с него начинаем где-то 25 процентов на протяжении последних пяти лет он никогда на демонстрационном посеве не был лидером лидер там тимирязевка кольчугой алексеевич они там всегда вот этот топ топ 5 сейчас а потом зачитаю этому году кто там был как говорится иванчик никогда не был но для начала уборки то есть крепкость соломина стебель может быть не нравится что выско высокороса в наутиле это было для нас одна из проблем но мы как бы до своей почвенно-климатической зоны 7 немножко затягиваем с посевами практически если раньше раньше я начинал когда сутурной деятельность мы сеяли с 5 сентября и заканчивали двадцатым то есть и сегодня мы раньше 5 октября не начинаем сеять ну климат реально изменился как бы за сорта изменились плюс отношение соломы к зерну изменилось то что мы сейчас делаем вот получили результат и смотрим а что считать вот например для современных сортов по содержанию мать и вижу все запас продуктивной влаги движение азота то есть мы сначала берем анализ почвы до по внесения и потом через две недели смотрим куда наш азот делся то есть он испарился промылся как говорится и тому подобное или в растение поступил потому что отслеживаем даже в динамике по содержанию питательных веществ ну нпк делаем по фазам там ну когда фазы критически когда элементы продуктивности завязываются и поэтому уже сегодня для себя сделали потому что я скажу так что каждый сорт отчитать содержание на 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 например фазе налива по содержанию и на пересчете на сухого вещества азота то есть и меньше если четырех с половиной процентов никогда качество не получится когда говорят вот мы не получили качество пшеницы до сорта все можно получить и листовые подкорки надо знать и что считать и за норму ну это сейчас как бы мы для своих сортов дел для своей почвы на кинвотизм но не наверное будут и распространяться если тоже взять победу или кольчугу или гром гомер или таню поэтому на таню мы всегда тоже хотя на филлер и является мы всегда получаем протеин какой захотим от 13-14 было просто целесообразно лиц и собрать это второе в этом году да ну нам же никто не сказал весной там примеру или год назад что будет разница а до этого вообще разницы не был протеин никто не платил за него сегодня видно потому что такие объемы провала по качеству что его берут как улучшитель 13 половиной уже там берут за выше рынка дают просто как улучшитель ну как бы поэтому все сорта принципе они интенсивного типа как говорится когда смотришь потенциал вода какой был а лимитический фактор это все таки вода пришла она не пришла пар в этом своего рода ты накопил или не накопил влагу а питание но это опять же сети объединенные поля это сложнее как в этой ситуации прийти к тому чтобы раскрыть потенциал сортов ну тенденция вот так если посмотреть что все новые сорта они все равно бьют старых даже вот тани она тоже в этом году подтвердила свою жизнь сколько она в 2005 помогать и органированы 20 лет скоро скоро юбилей будет и она все равно актуально но посмотришь все равно на школе уже проигрывает то есть и всем этим современным сортам как бы про и если принцип применить одного отличия к когда на одном поле высеваешь мелкоделяночки и смотришь как говорится поэтому сейчас я зачитаю кому интересно просто что у нас получилось это говорю что это был черный пар тут а все было применено вовремя в срок здесь и потому что в производстве никогда не не получается сделать все вовремя и срок и как хотелось то дождь перебил то техника подводит то еще что-нибудь то сомнения какие-то ложат что надо это применить и это правильно всегда хочется сэкономить и думаешь на потом жалеешь что вот все-таки надо было не бывает из ничего чтобы получилось что-то вот кольчуга получилось от 113 48 масса тысячи зерен за счет чего она взяла все-таки масса для нее не характерно высокая 45 это в бункере это масса тысячи зерна после обмолота берем и на тура 792 протеин 1355 вот как бы так вот ну старые проверенные которые они всегда не подводите мирязерка 150 160 85 106 85 это урожайность и 821 натура 1388 протеин такие цифры более массу не буду засчитывать потому что это может не столь актуально сейчас найду ну и ланчик он никогда не бывает лидером но в этом году он 100 целых девять десятых дал на демки в товарном пассиве у нас его было 76 на круг дал 2000 было просто чтобы сравнить протеин никогда у него проблем не было с протеином вот грому в этом году 108 цент центров дал то есть старый проверенный последние два года они тоже для нас нетипичные вот я сейчас возвращать подбору сорта вот какую тактику за тут мы наверное лет 14 поставили мете посты в электронном виде собирают уже анализ и в кабинете у нас висит вла и мы сюда на него смотрим то что то что ну практически мы можем управлять ну все оборотом там еще чем-то ну когда он приход есть он есть если его нету то его а нету и до этого было четыре года двести восемьдесят триста тридцать ну поймите таких урожаем не было надо этой влаги будь как там применять технологии а нет 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 я говорю за общее количество завод за год вот до последние три года вот в прошлом вот закрылся уже мы сельхозники считаем сентября и пошли как на к накопили а бывает календарно берет календарно закрываем 800 миллиметров выпал почему песчанокопский район один может быть и здесь и потому что такой приход был за 23 вот я учет уберу то есть начиная с сентября ну когда продуктивного прошло практически сейчас если приедете к нам на поля возьмем по-любому пришли скина 0 будет грубо я сказал но 10 20 миллиметров метров слоев будет не не больше то есть нету приходу все звенит все высохла какая как говорится 40 плюс на на почве 70 как говорится я говорю что три года было идеальный по увлажнению по увлажнению как говорится поэтому переход переходные мы видели в парах там в рано убирающих лен горох таких культурах что уже оставалось продуктивная влаза то метровом двухметровом свой там высушил сюда подсолнечник берешь там метров что у двух метров практически его никогда нет в этом году и урожайность разбега не было вот в товарных пассивах практически потому что лимитичный фактора не было питание это уже рукотворно где задавали поэтому интуитивно следующий год наверно будет засушливый то есть потому что три года было идеальных четыре было критических общий годовых 280 320 это выпадало за год календарный а сколько там у нас накопили и использовали тоже второй вопрос три было и идеальный повторится 4 поэтому по подбору как говорится какие сорта поверь и у нас тоже такая тенденция что крупно колоссы сорт я и поздний спел не получаются федор как говорится вот такие сорта никогда не получается они вот мы по цене и вот их больше даже и на дымке не будем сеять потому что вот девяносто четыре центра в этом году федора и мне просто ну смотри но досмонон но смотрите девяносто четыре центра ну когда кольчуга понимали сто тринадцать и все тоже четвертую листья берязевка она первая вторая вот прошлом году лидер была победа 92 хватило до победы 90 аграф аварахат и ахмат и вот так было темирязевка там было ну пятое пускай там центре было 87 не припомню просто таблички нету но в этом году она тоже не первая но она всегда вот я когда беру открывает эту табличку последние 5-7 лет я тенденцию поэтому в товарных она темирязевка алексеич это сорта который не подводит елочек не поют тут-то тоже таня как говорит а то тот же гром они и принципе никогда не падают они стабильно рожат из новых там школа на на смену идет тут некоторых сорта не приз не приживается какая говорится попробовали вот два-три даже по потому туда от гомера он шел на смену как грома ну у нас он хуже получается непонятно почему да да вот 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 не не получается там два-три дня и сказал ну что такое два-три дня да и и все да вот из перспективы по умнее это манны сейчас выходит вот тут 180 57 он дал и прошлом году он там был не лидер но у не 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 подвел как говорится потому что лист узкий вот для наш путь нам еще и регулятор мира играемся очень плотно поэтому мы морфологи растения меняем то есть это целенаправленно делать потому что все таки у нас тут хозяйство она уже сдачу же калмыкия а это прикаспийская низменность она даже на территории печеноковская района счет те времена всегда был кадастр почвенный я всегда говорю что относительный показатель прийти в холизиателе хотите его купить посмотрите на лесополосы не надо дальше облагу смотреть не надо почву отбирать чтобы понять какой актив приобретать по лесополосы который там 70 лет они уже или 50 или 60-х под высадили как они развиваются этот носительный показатель плодородие почвы и дальше когда вот она прикаспийская низменность это или 100 это астрахань это дербен самые высокие температуры и они каким-то бокам доходит поэтому вот в этом хозяйстве потому что парадоксально всегда мы начинаем уборки потому что в арабе и не еще два хозяйства на территории этого районе но не так чуть как бы сказать севернее они на два-три дня те же сорта какие-то же технологии они начинают позже поэтому это надо всегда учитывать вот как бы так поэтому сорта степного то есть я рекомендовал присмотреться многим производственникам потому что моя интуиция подсказывает что нас еще год будет все таки он наверное и по температуре но этот год высокий по температуре ну по крайней мере были осадки с прошлого года которые перешли как бы немножко нас пугнуло в апреле когда в середине уже 33 градуса было потом немножко по погода отступила в мае в июне налью был благоприятный парус противного было и была прохлана потому что мы получили хорошую массу 1000 семян хорошую натуру получили как бы отток пластических веществ был с листавку голос поэтому и протеин получился хороший но вот на следующий год и поэтому надо присмотреться сортам степного типа как бы так вот и наверное позднее спелых вообще разговоры не не может быть да 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 может быть для северного область я не знаю а вот именно для юга как бы области это вот скорее всего так и будет спасибо да да вот кольчуга получилась от 113 48 масса 1000 зерен за счет чего она взяла такие масса для нее не характерно высокая 45 это в бункере это масса 1000 зерен и после обмолота берем и натура 792 протеин 1355 вот как бы так вот ну старые проверенные которые они всегда не подводите мирязелка 150 160 85 106 85 это урожайность и 821 натура 1388 протеин такие цифры более массу не буду засчитывать потому что это может не не столь актуально сейчас найду ну и ланчик он никогда не бывает лидером но в этом году он 100 целых девять десятых дал на демки в товарном пассиве у нас его было 76 на круг дал 2000 было просто чтобы сравнить протеин никогда у него проблем не было с протеином вот грому в этом году 108 цент центров дал то есть старый проверенный последние два года они тоже для нас нетипичные вот я сейчас возвращать подбору сорта вот какую тактику за тут мы наверное лет 14 поставили эти посты в электронном виде собирают уже анализы и в кабинете у нас висит вла и мы сюда на него смотрим то что то что ну практически мы можем управлять ну все оборотом там еще чем-то ну когда он приход есть он есть если его нету то его нету и до этого было четыре года 280 330 ну поймите такие бы урожаем не было надо этой влаги быть как там применять технологии нет 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 я говорю за общее количество за год за год вот до последние три года вот в прошлом год закрылся уже мы сельхозники считаем сентября и пошли как на к накопили а бывает календарь наберет календарь закрываем 800 миллиметров выпал почему песчанокопский район один может быть из лизы потому что такой приход был за двадцать третий год я учет уберу то есть начиная сентября ну когда продуктивная влага прошла практически сейчас если приедете к нам на поля возьмем по-любому пришли на ноль будет грубо я сказал но 10-20 миллиметров метров слоев будет не не больше то есть нету приходу все звенит все высохла какая говорится 40 плюс на почве 70 как говорится я говорю что три года было идеально по увлажнению по увлажнению как говорится поэтому переход переходные мы видели в парах там в рано убирающих лен горох таких культурах что уже оставалось продуктивная влаза то метровом двухметровом свой там высушил сюда подсолнечник берешь там метров что у двух метров практически его никогда нет в этом году и урожайность разбега не было вот в товарных пассивах практически потому что лимитических фактора не было питание это уже рукотворно где-то давали поэтому интуитивно следующий год наверно будет засушливый то есть потому что три года было идеальных 4 было критических общий годовых 280-320 это выпадало за год календарный а сколько там у нас накопили используя это уже второй вопрос три было и идеальный повторится 4 поэтому по подбору как говорится какие сорта поверьте и у нас тоже такая тенденция что крупно колоссы сорта и поздний спел не получаются федор как говорится вот такие сорта никогда не получается они вот мы по цене и вот их больше даже и на дымке не будем сеять потому что вот 94 центера в этом году федора и мне просто но смотри но досмонон но смотри девяносто четыре центера ну когда кольчуга понимали сто тринадцать и все тоже 4 сетей берязевка она первая вторая вот прошлом году лидер была победа 92 хватило до победы 90 аграф аварахат и ахмат вот так было темирязевка там было ну 5 пускай там центр и было 87 не припомню просто таблички нету но в этом году она тоже не первая но она всегда я когда беру открывают эту табличку последние пять-семь лет я тенденцию поэтому в товарных она темирязевка алексеевич это сорта который не подводит еланчик не поют тот тот тоже таня как говорится то тот же гром они принципе никогда не падают они стабильно рожают из новых там школа на на смену идиот некоторых сорта не призыв не приживается какая говорится попробовали вот два-три даже по по тому туда от гомера он ушел на смену как грома ну у нас он хуже получается непонятно почему да да вот 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 не не получается там два три дня и доказал ну что такое два-три дня да и и все да вот из перспективы по умнее это манны сейчас выходит вот тут сто восемьдесят пятьдесят семь он дал и прошлом году он там был не лидер но у не 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 подвел как говорится потому что лист узкий вот для наш пусть нам еще и регулятор мира играемся очень плотно поэтому мы морфологеры растения меняем то есть это целенаправленно делаем потому что все таки у нас тут хозяйство она уже сдачу же калмыкия а это прикаспийская неизменность она даже на территории печеноковская района счет те времена всегда был кадастр почвеные я всегда говорю что относительный показатель прийти в холизиат если хотите его купить посмотрите на лесополосы не надо дальше облагу смотреть не надо почву отбирать чтобы понять какой кип приобретать по лесополосы которые там 70 лет они уже или 50 или 60 их под высадили как они развиваются этот носительный показатель плодородия почвы и дальше когда вот она прикаспийская неизменность это и листа это астрахань это дербен самые высокие температуры и они каким-то бокам доходит поэтому вот в этом хозяйстве сам что и парадоксально всегда мы начинаем уборки потому что в арабе и не еще два хозяйства на территории этого районе но не так чуть как бы сказать севернее они на два-три дня те же сорта какие-то же технологии они начинают позже поэтому это надо всегда учитывать вот как бы так поэтому сорта степного то есть я рекомендовал присмотреться многим производственникам потому что моя интуиция подсказывает что нас еще год будет все таки он наверное и по температуре но этот год высокий по температуре ну по крайней мере были осадки с прошлого года которые перешли как бы немножко нас пугнуло в апреле когда в середине уже 33 градуса было потом немножко погода отступила в мае в июне налью был благоприятно потому что противного было и была прохлана потому что мы получили хорошую массу тысячи семян хорошую натуру получили как бы отток пластических веществ был с листавку голос поэтому и протеин получился хороший но вот на следующий год и поэтому надо присмотреться к сортам степного типа как бы так вот и наверное позднее спелых вообще разговоры не не может быть да 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 может быть для северного область я не знаю а вот именно для юга как бы области это вот скорее всего так и будет а и и и а и и Субтитры подогнал «Симон»